Всем привет! Вы на канале Необъяснимая и с вами Дмитрий, а мы продолжаем наш марафон ужасов. И сегодня вы увидите страшные видео, которые нужно засекретить. Это название предложил HelpFire. Ну что ж, погнали! Но прежде чем мы начнем, я хотел бы порекомендовать вам молодой перспективный канал моего друга. Канал «Факты и явления» делает тот контент, который вам нравится, а именно ужасы. Ссылку на канал я оставлю в описании, не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Девушка по имени Хелен Брокшо разместила это видео на своем YouTube-канале в декабре 2020 года, где она показывает кадры с камеры видеонаблюдения, которое смотрит на кладбище, находящееся по соседству с ней. Как только она нажимает кнопку воспроизведения материала, сразу же понятно, что ее пугает. Взгляните на отснятый материал и подумайте, что это может быть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это жуткое движение происходит около минуты, и странные призрачные фигуры никогда полностью не исчезают из камеры. К сожалению, это единственное видео, которое Хелен когда-либо публиковала на своем канале. Хотя, возможно, в других социальных сетях она что-то публиковала, но у меня нет информации об этом. Как вы думаете, что вызвало это странное явление? С событием есть какое-то приземленное объяснение, или это что-то паранормальное? Призраки это или нет, определенно это то, что ты бы не хотел видеть на своей камере видеонаблюдения. А следующее видео опубликовано на канале Паранормайз. И на этот раз ребята проводят расследование на зловещей ферме, которая считается невероятной шутким местом с призраками. Когда они туда приезжают, на улице уже темно и мрачно. И у них есть только фонарики, на которые можно положиться. Вот они начинают смотреть по сторонам дома, но упускают действительно что-то устрашающее в верхнем окне. Оно появляется и исчезает, посмотрите внимательно. Так, это должно быть в том, что-то, или на улице. Возможно, это будет в том, что-то, парни, в том, что-то, парни, в том, что-то, парни. Через пару минут они уже внутри фермы и пытаются пообщаться с любыми потенциальными духами в доме. Один из мужчин просит дух сказать слово ферма. Он слышит голос и спрашивает, кто вы, но получает совершенно пугающий ответ. Ближе к концу видео один из членов команды находится наверху. Он осматривает невероятно тихую и жуткую комнату, когда вдруг комната перестает быть тихой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Группа почти готова уйти вскоре после этого по понятным причинам, но прежде чем они уходят напоследок их очень сильно пугают. Вот так реакции? Тебе тупинь. Да, я хочу. Затем? Это как это называется? Да, это значит. Я не знаю, как это было. Добавил субтитры Алексею Дубровскому. Вот. Хочу пожелать ребятам, чтобы духи не причинили им никакого зла. А для вас у меня есть небольшой челлендж. У вас есть 5 секунд, чтобы подписаться на канал и нажать на колокол. Поехали. А следующее жуткое, очень страшное видео было опубликовано на ютуб-канал Траверза. В старый сарай к Алексею повадилось ходить некое жуткое существо. Скорее всего, оно привязалось из леса, потому что он находится недалеко. Видео снято в декабре 2020 года, и оно поистине пугающее. Как только автор заглядывает в свой сарай, он слышит что-то ужасное. Вы только послушайте. Сейчас вот вышел, и шумит кто-то непонятно. Эй! Эй! Очевидно, что после этой жути он не решается заглянуть внутрь. Ему страшно и в то же время интересно, как было бы любому из нас в этот момент. И поэтому он исследует сарай снаружи, обходит его вокруг. В тот момент, когда кажется, что существо убежало или затихло, он заглядывает в сарай снова. При всем при этом существо очень агрессивно и бросается предметами. Но у меня складывается ощущение, что оно еще больше боится автора, чем он его. Буквально через минуту Алексей с интересом заглядывает в небольшое окно. И ему удается зафиксировать что-то очень страшное и в то же время жуткое. Но судя по тому, что не последовало никакой реакции, видимо, он его не заметил. Ближе к концу видео он решается еще раз заглянуть в это окошко и записывает что-то поистине страшное. Жуткая морда со светящимися глазами заглядывает в щель между досок. Если вам недостаточно этих жутких криков, а многие в комментариях пишут, что это кричит человека, голосовые связки человека, то посмотрите на эту жуткую морду. Допустим, кто-то одел маску, предположим. Но я вам скажу одну вещь. Человеческие глаза не способны таким образом отразить свет. Подобный блеск исходит именно от глаз животного. Мне кажется, что существо это некий криптит. Многие писали в комментариях также, что это чёрт, бес или демон. Друзья, но всё-таки бес, демон или чёрт – существо нематериальное. Если бы так получилось, что Алексей застал его врасплох в сарае, он бы просто исчез. Это явно какой-то криптит неизвестной науке зверь. Вспомните, что рядом есть леса, а лес – это очень неизученное место. А раз это материальное существо, криптит, то у него есть голосовые связки. И, конечно же, он будет издавать звук, который люди могут принять за человеческий. Поэтому я считаю, что это видео не фейк. Также рекомендую вам перейти на канал автора и посмотреть видео, связанные с этим существом. Поверьте мне, там много интересного. Друзья, на этом всё, но прежде чем мы закончим, хочу напомнить вам про канал моего друга, который называется «Факты и явления». Не забудьте перейти на него по ссылке в описании и подписаться, и нажать на колокольчик. А с вами был Дмитрий, канал «Необъяснимое». Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok